Брестские пограничники бдительно охраняют рубежи Синеокой, которая в свою очередь является западными воротами Таможенного Союза. Благодаря особенному профессионализму сотрудники этого ведомства справляются не только с поставленными задачами, но и в экстренных случаях принимают необходимые решения. Попытку незаконного ввоза автомобиля на территории Беларуси Брестские пограничники пресекли несколько дней назад. 9 сентября гражданин Казахстана на автомобиле СИАД пересекал государственную границу в автодорожном пункте пропуска Брест. Для пересечения границы в пункте пропуска он выбрал зеленый коридор. По инициативе сотрудников пограничной службы, после пересечения линии, обозначающей выезд с зеленого коридора, движение транспортного средства было приостановлено. Его направили в бокс для проведения специального досмотра, в ходе которого было установлено несоответствие данных, указанных в техническом паспорте и данных на кузове транспортного средства. Автомобиль СИАД изъят и передан Брестской таможне. Его предварительная сумма оценки составила 30 миллионов белорусских рублей. Однако автомобильный инцидент не стал единичным случаем нарушения. На этой неделе сотрудники пограничной службы в Международном железнодорожном грузовом пункте пропуска Брест обнаружили в одном из полувагонов состава поезда признаки наличия посторонних предметов. Было принято решение о скорейшей проверке на наличие контрабанды. Всего с начала этого года и на сегодняшний день Брестскими пограничниками в международных пунктах пропуска железнодорожной Брест на станции Брест-Восточный в Западном и Центральном районе, а также на станции Брест-Северный парк Заречица пресечено 2-4 попытки незаконного перемещения табачной продукции с акцизными марками Республики Беларусь в количестве более 650 тысяч пачек сигарет на сумму более 5 миллиардов белорусских рублей. Будни Брестских пограничников насыщенные и непростые. На их плечах большая ответственность охрана рубежей государства. Бдительность Брестских страж границы помогает предотвращать многочисленные преступления.